ку-ку привет ребят я в китае как вы знаете я вернулась но скоро обратно вали в японию и скорее всего вы смотрите это видео уже когда я в японии но тем не менее я думаю что многие из вас помнят яду а если нет то вот пожалуйста это одна из моих самых хороших подруг в хэфэе я на замужем за китайцам и сегодня у нас будет такая интересная тема который вы просили меня уже сколько раз снять видео и вот я наконец-то добралась до яны поэтому заранее поставьте пальчик вверх чтобы всегда у вас складывались отношения неважно с кем с китайцем не с китайцем да пальчик вверх обязательно подписка на канал просто вот будет ой ой очень приятно да и сразу колокольчик там ну вы знаете что делать все погнали первый вопрос написала мне девочка в инстаграме и вот что она пишет можно ли затронуть тему отношений между китайцами и русскими так как я поеду в китай к своему молодому человеку то очень волнуюсь как отреагирует его семья ха ха самая китайского не знаю только начала изучения расскажи сначала чуть про себя про свою семью про отношения с мужем как вы познакомились что потому что многие не знают а многим интересно я знаю что вам интересно мы познакомились в россии с моим мужем учился в репина в институте искусств в принципе мы там и познакомились я тоже занимаюсь искусством и мы на этой теме сошлись долго жили в питере поженились и переехали в китай в китае мы сейчас два года до этого полгода жили в майншане вот но в кафе и лучше конечно я помню ты рассказывал мне потрясающую историю о том как вы сходили на первое свидание ты подумала что на свидание было интересно мой муж долго мне писал приглашал на свидание вот но я всегда отказывалась вот потом такая подумала чё терять ладно пойду схожу на свидание бесплатно покушает он позвал меня в спб это в питере сеть пивных баров но там тоже можно вкусно покушать покушали разговаривали он хорошо по русском по русски говорил как я думала у меня русский сейчас такой не очень в итоге мы с ним он молчал а я говорила я говорила говорила он кивал соглашался и я подумал что он все понимает но потом когда мы встретились второй раз я понимаю что ничего не понимает поэтому мы два дня почти я вот пустую говорила но потом уже со временем я поняла просто какие слова он знает какие слова не знает и мало по малу начала использовать те слова которые он знает поэтому мы русский такой сейчас не очень то что я использую сейчас в основном очень легкие слова и без грамматики я пойти туда одеть верх одежда ну и вот вот в таком роде вот скажи на каком языке вы общаетесь с мужем половина на русском вот на таком половина на таком половина на моем таком же китайском то есть например в одном предложении могут быть русские китайские слова в перемешку например очу купить дом си ну или ну и короче много много таких вот именно в одном предложении много в перемешку слов без грамматики вообще без ничего и может даже вот следовать одно слово китайское одно русское одно китайское одно русское некоторые слова по-китайски проще сказать а некоторые слова по-русски проще сказать ты думаешь сказать слово на прошу фу по-китайски проще выразить это чувство до шуфу ой мне так комфортно сейчас мне так комфортно приятно там не знаю там тепло жарко и так далее да это как бы много включать русские слова просто намного длиннее китайский на поэтому иногда серьезно я даже за собой замечаю особенно когда я в китае часто вставляю в свою речь особенно с другими иностранцами которые говорят хоть как-то по-китайски китайские слова потому что они короче легче они не нормально да я тоже так же мы даже сегодня с тобой разговаривали я тоже чуть-чуть вставляла но в основном преобладает у нас русский язык конечно серьезно я думала вы больше на китайском не мы больше на русском мы познакомились на русском языке так и как бы продолжали сейчас дополнение у нас китайский идет пока я учу его ну наверное потом когда я его доучу ну конечно его учить можно всю жизнь ну да спасибо а то мы забудем про вопрос девочки да возвращаемся к вопросу девочки давай перечитаем можно ли затронуть тему отношений между китайцами и русскими так как я поеду в китай к своему молодому человеку очень волнуюсь как отреагирует его семья ну на самом деле мне кажется в большинстве случаев семья хорошо реагирует на иностранцев если семья не супер традиционная просто знаете это зависит от родителей вашего молодого человека китайца если вот вы русская девушка потому что потому что у меня парочка знакомых иностранок допустим которые встречались с китайцами были прям вот серьезные ситуации когда родители строго говорили нет но знаете это в каких случаях бывает если родители какие-то очень важные личности по городе то есть вот там отец молодого человека моей подруги он был каким-то очень крупным застройщиком по хэфею и в принципе по нашей провинции что но знаете очень-очень-очень крупный босс был очень знаменит своих кругах и там было не камильфо если у тебя иностранка жена девочка из украины потому что среди этих боссов существует поверье что если девушка из украины значит она кто украина россия вот это вот да если твой сын встречается с иностранкой значит он встречается не по любви значит он встречается с девушкой легкого поведения скажем так и то есть отец был категорически против ну вот да вот примерно такое мнение бытовало среди круга вот этого отца и он был прям категорически против то есть это знаете человек старой закалки которые уже ничего другого не признает и если он уже решил что все иностранки вот такие вот ему легче просто сказать сыну нет извини ты расстаешься с девушкой либо я лишаю тебя всего наследства да то есть такие ситуации тоже бывают еще могу добавить что иногда это очень редко бывает но да особенно если человек первый сын в семье то часто родители очень хотят чтобы семья была традиционная и чтобы вот допустим первый сын царь бог в китайских семьях просто первым ребенке именно первым ребенке мужского пола заботится больше всего ему все ему самое лучшее самое главное и хотят что сохранилось на остальных пофиг чуть-чуть хотите ну вот такой вот по большей части в китае так то есть все внимание первому ребенку это не за и никак у нас первый родился это сначала к нему все потом родился 2 до 1 все второму нет в китае продолжают вот так заботиться о первом ребенке и возможно будет такая ситуация иногда такое бывает не всегда большинстве своем опять же наоборот китайские родители примут вас просто с распростертыми объятиями но бывает вот то про что я вам рассказал но это зайти если вам очень не повезет деревнях еще такая тема если прямо из деревни например китайцы они тоже таки прям очень сильно традиционные них тоже такое не очень к иностранцам отношения главное чтобы работа но в основном я вам скажу что все китайцы очень добрые в этом плане понятное дело будут возникать какие-то культурные недопонимания тем более без языка если без языка это будет очень сложно скорее всего вы будете просто на встрече с родителями сидеть и улыбаться кивать говорит спасибо да хорошо они будут что-то рассказывать вы будете сидеть и молчать жена той почему сказал почему сказать можешь еще что-нибудь добавить вот по поводу языка как как у тебя было с родителями мужа у нас тоже я приехала я до этого учила японский язык и поэтому я приехала в китай со знанием японского языка приехали на две недели знакомиться с родителями моего мужа я ничего не знала кроме нихао ничего не знала и кроме сесси мы на самом деле хорошо со свекровью сошлись у нас похожие характеры и в принципе она такая хорошая женщина и культурная поэтому у нас вообще никаких проблем не было сначала мы через венджи венджи переводился мой муж через мужа то есть он все переводил все рассказывал все показывал мы сначала притирались я уехала потом потом она сказала что хорошая девочка можно далее возвращается да 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 дали зеленый свет я в параллельно учила китайский язык и мы мало-помалу начали разговаривать сейчас 2 месяц назад мы со свекровью уже без мужа оставили работать вот а сами поехали в россию путешествовать ну уже так хорошо говорим так что все отлично на каких родителей на каких людей вы попадете тут неважно уже с кем брак с китайцем или или вообще с кем много проблем вообще очень много проблем со свекровыми и с тещами возможно поэтому даже русские с русскими так плохо сходятся вот не то чтобы еще разных культур люди по сути свое китайцы очень добрые поэтому в основном нормально да то есть знаете по крайней мере у меня такое что пока ты в китае ты чувствуешь себя как-то более расслабленным потому что среди других иностранцев ты как-то стараешься ну не знаю там показать себя в лучшем свете мне ты знаешь как-то больше на расслабоне то есть это я в японии себя так чувствуют японии такой такой просто в китае как-то и я не знаю я мне настолько комфортно с китайцами именно общаться раньше мне такого не было сейчас знаете как-то отношения поменялось и мне очень комфортно в плане вот я не знаю где китайцы я знаю что спокойно смогу их о чем-то попросить спросить их про что-то там я не знаю поговорить просто свободно о чем-нибудь вот такое вот не за как-то мне прям вот очень комфортно именно общаться с ними знаешь язык в японии ты не знаешь мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое но культура тоже влияет я думаю потому что китайцы но на расслабоне честно то они такие более простые японцы они не знаю как-то они возвышенные что ли больше не знаю китайцы очень легко с ними правда они прям вот такими будут на тебя тыкать пальцем иностранец смотри иностранец это японцы да дети кстати мне друг рассказывал да дети могут как у них там по-моему гайдин да 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 иностранец гайдин это как типа невежливая ну как лауай да по-китайски и вот ребенок раньше на иностранца тоже на моего друга ребенок на него гайдин гайдин мама посмотри гайдин гайдин ну сразу понятно что какое отношение в семье к иностранцам и в общем идет если это от ну мама конечно так не скажет да при иностранцы иностранцы да ребенок тон впитывает он не знает это плохое слово или хорошие слово так что японцы очень любят но их понять труднее чем до японцы свою страну очень очень правда к иностранцам они относятся так ну есть иностранцы не это китайцы они больше на ну по большей части в больших городах но они очень и китайцы очень дружелюбно относятся к иностранцам тебя если есть какая-то проблема если ты если ты не будешь делать лицо кирпич то тебе всегда помогут то есть это дружелюбно спросишь там даже какой куда никуда идти там либо еще что-то тебе вообще все помогут подскажут даже и проведут тебя но кстати я бы не сказала ничего но вот что японцы себя по-другому ведут их и так принято что вот ко всем одинаковое отношение то есть нет такого что к японцу отнесутся по-другому нежели к иностранцу нет то есть к вам будут относиться точно так же как и ко всем остальным вот но относятся ко всем очень вежливо поэтому это как бы ну и нехорошо неплохо это но нет это хорошо чеку да